Приходим от общего уже к декомпозированным данным, более подробно, углубленно будем разбираться с процессами, которые происходили в социальном жилье, это самый большой класс рынка недвижимости, видим в городе Киеве, ну, во-первых, это карта в разрезе 10 административных районов, и по каждому району мы, в общем-то, проговорим, что же все-таки произошло. В целом, снижение по социальному жилью за месяц минус 0,09%, и посмотрим, что же бросается больше всего в глаза, наибольше всего за один месяц подешевела недвижимость, друзья, смотрим, в Диснянском районе минус 0,11%, а в Тветошинском районе также подешевела недвижимость минус 0,11%. То есть на такую незначительную процентном соотношении величину подешевела два района. Ну, многие мне говорят, Андрей, так это же на уровне статистической ошибки. Ну, друзья, если вы как бы задаете вопрос, то вы же задавайте вопрос, не просто вырывая из контекста, а что вы хотели в течение месяца, чтобы рынок недвижимости упал на 10%? И тогда говорить, ой, а это же не статистическая ошибка, это же уже штыфра, ого. Так вот, рынок недвижимости не ведет себя подобным образом. Это не фондовый рынок, друзья. И никогда за всю историю рынка недвижимости Украины, поверьте, а я живу в Украине, как раз приехал в 1991 году, когда Украина стала самостоятельным государством. Рынок недвижимости себя таким образом не вел, не может обрушиться стоимость или повыситься на 3-5% за один месяц. Поэтому я надеюсь, я ответил тем друзьям, которые имеют отношение к статистике, а почему у вас такие, так сказать, незначительные стоимостные показатели, которые на грани статистической ошибки. Мы будем говорить не о флуктуациях, а о тенденциях уже в конце видео, и там, конечно же, цифры будут совершенно другие. Итак, два района подешевели за один месяц на 0,11%. Ну, надеюсь, я ответил тем, кто задавал мне эти вопросы, а те, кто вообще не понимает, ну, вы просто как бы по нам услышали ту информацию, о которой я вам рассказал. И наименьше всего подешевила недвижимость, друзья, в Печерском районе этого класса минус 0,06% всего лишь за месяц.